Так что теперь вы знаете историю основания этого города. Всем привет! Сегодня я покажу вам и расскажу о книге, о таких книгах я давно не говорила. Это «Севала Большое гнездо» автора Алексея Карп. Издана она, к моему большому удивлению, под глифом «Жизнь замечательных людей». Серия – это книга «Жизнь замечательных людей». Для меня это научно-популярная литература. То есть для широкого круга читателей, где всё описано интригующе, интересно, любопытно, чтобы привлечь к человеку, который пишется, интерес человека, не заинтересованного. Но дело в том, что эта книга не является научно-популярной литературой. Это полноценный научный труд. И он рассказывает нам о великом князе Владимирском по имени Севалат. Но таковым он стал не сразу. У него были братья Андрей Боголюбский, Михаил. И ему пришлось подождать некоторое время, прежде чем самому стать князем Владимирским. Отец его Юрий Долгорукий, кстати, которому присваивают такую заслугу, как основание Москвы. Не все исторические с ним согласны. Но тем не менее. Ну, кстати, Юрий Долгорукий основал несколько городов. И в том числе и Дмитров, ныне. Он до сих пор существует. У меня там живет двоюродный брат. И вот почему он это сделал. Он ехал со своей женой, которая была в Анастях. Та начала рожать. Ребенка мы назвали Дмитрием. Это был наш Всеволод. Ну, просто одно имя церковное, другое обычное. И, собственно, в честь этого рождения ребенка он, князь Юрий Долгорукий, приказал основать город на этом самом месте. Так что теперь вы знаете историю основания этого города. Собственно, о жизни этого человека, начиная с рождения и заканчивая смертью, и даже идя дальше, что было после этого скорбного события, и повествует нам эта книга. Написана она, в принципе, легко, не таким уж и учебниковым языком, если не принимать во внимание огромное наличие дат. Но читается очень увлекательно. Особенная история Андрея Боголюбского, его мужчина, вернее. Он и месть потом за него, со стороны родственников. Читается почище триллера любого. Вот просто Стивен Кинг нервно куриц в сторонке. Ознакомьтесь непременно, и вы будете поражены и удивлены. В книге очень много сносок, невероятное количество. По-моему, я подсчитывала, они занимают 40 страниц, при том, что основных страниц основного текста где-то 350. То есть, ой, ой. Все они в конце книги, поэтому мне пришлось читать с двумя закладками. Одна была заложена на основных страницах, и вторая, для того, чтобы быстро найти ненужную сноску, пояснение или источник, была в самих примечаниях, в финальной части книги. Помимо примечаний в книге имеются иллюстрации, это славные таблицы мои обожаемые, указатель имен всех действующих лиц в книге, всех вот этих вот Рюриковичей, великое множество там, и многое-многое другое. Я сразу хочу сказать, что книга пойдет не всем, а только тем, которые вот прям всерьез увлечены историей Руси, историей Рюриковичей, и прочие же очень быстро заскучают, начнут спать, зевать и все такое. Поэтому, если вы не заинтересованы, у вас такой общий интерес, такой вот, то я не думаю, что эта книга вам поглянет. Очень не понравились слова автора Алексея Карпова по поводу правителя, который слишком долго правит. В длительном пребывании у власти одного и того же лица есть и отрицательная сторона, и то, что в новейшие времена получило название застоя. С годами накапливается усталость, а чувство реальности и то, что называется политическим чутьем, напротив притупляется. Приобретенный правителем колоссальный опыт, оборачивается косностью, нежеланием принимать меняющиеся правила игры, уверенностью в том, что все, что делалось прежде и делается теперь, единственный возможный алгоритм действий. На политической сцене появляются новые игроки, новые политики. Маститый же лидер привык к старым, и перестроиться ему сложно. Смекаешь? Очень отлично написал эти строки, автор книги. Я была приятно удивлена, когда с ними ознакомилась. Удивило меня и поразительное отношение Карпово к стойку нашему Татищеву. Дело в том, что он постоянно и в сносках, и в основном тексте намекает на то, что верить его строкам и словам не стоит. И я догадалась почитать, это уже когда дочитывала книгу, поэтому ориентировалась уже только на те помещения, которые были в конце. И я их пересчитала. И получилось, что там, где он говорит, что Татищев считает так-то, так-то, но этому нет оснований, он всегда очень деликатно об этом говорит, я начинала таких 18 штук. Там, где Карпов просто упоминает имя этого историка и его какую-либо книгу в качестве источника, в таких случаях 14. То есть по большей части он кивает в сторону этого человека и говорит, что нет, 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 не стоит доверять его словам. Кстати, в этой книге звучит имя Алексея Поповича, если он о чём-то это говорит. Кстати, имя, в ней кличка, прозвище, прозвище. Прозвище Светилу, да, Большой Объединенный Дома, считается, что это от того, что у него была большая семья. Ну, под теми мерками такая уж большая, у него с себя было больше детей. Господи, даже у моей прабабушки было больше детей, аж 13 штук. Из них девочка только одна, моя прямая прабабушка. Нет, дело в другом. Дело в том, что через своих детей Всеволод стал отцом многих-многих-многих князей в последующих поколениях. Это и Московский, и Тверский, и Суздальский, и Нижегородский, и Ростовский, и Белозёрский. Вот почему у него такое прозвище. А как автор дотошен к датам, то есть, допустим, он цитирует какого-то летописца, и делает примечание, что летописец ошибся, потому что вот этот день, он выпадал на дота и дота, а это не соответствует описаниям, и т-т-т-т-т-т, и, скорее всего, это была вот такая вот дата, и вот, а там такое великое множество дат, это просто что-то невероятное. И вот кажется, вот так вот проверить, вычислить, вывелить, вывести, логически вычислить просто, это вообще произвело на меня невероятное впечатление. Книга очень внимательная, очень любопытная, невероятно много я из неё узнала. Единственное, что вот, да, имейте в виду, это не научно-популярная литература, она, это серьёзный труд. На сегодня всё, до скорых книг, пока-пока.